Друзья, всем привет! Сейчас я нахожусь на нашем объекте, на котором мы делаем реконструкцию крыши. Хочу показать вам некоторые этапы работы, в частности, выравнивание обрешетки и вообще показать, что у нас здесь происходило. У нас есть вот такая вот кровля. Здесь будет гибкая черепица. Частично, видите, вот на этом скате мы уже начали монтировать ОСБ. ОСБ толщина 12 мм. Мы ее пилим на 5 частей. Видите, такие небольшие кусочки у нас. Сейчас монтируем на 4 обрешетки 25 мм толщиной, 150 мм длиной. Вот так вот у нас сделана пленка. В Яндове, видите, у нас идет отдельный кусок такой, который проклеен лентой мультибан. Здесь у нас пленка Дельта Макс. Нам немножко ее не хватило. Мы взяли из запасов своих и добили ее пленкой Дельта Макс Плюс. Дельта Макс отличается от Плюса тем, что у Плюса есть самоклеющее слово. Ну и по цвету она тоже отличается. Так, в принципе, она тоже самая. Хочу показать вам, как мы выравниваем обрешетку с помощью каких элементов. Если вот посмотрите, внизу видно, вот идет нитка такая белая. Она идет там, где у нас идет контр-брус. Контр-брус это брусок 50 на 50, который формирует вентилируемый зазор. В качестве обрешетки у нас идет доска, как я уже говорил, 150 на 25. Если вот посмотреть на нитку, в некоторых местах у нас нитка подходит практически плотно к доске. А в некоторых местах у нас, например, видите, нитка, она висит в воздухе. Не доходит там буквально на сантиметр, где-то на 2 на сантиметра. Соответственно, нам ее нужно как-то выровнять. Вот мы отработали систему свою, которую теперь используем. Система такая, ну, для многих неоднозначная. Многие считают, что она какая-то ненадежная. Я считаю, что эта система надежная. Мы ее уже испытали на некоторых крышах. И сейчас я вам хочу эту систему показать. Значит, наша система состоит из следующих компонентов. Первый это доска, самый основной компонент. А второй компонент это вот такие вот саморезы и вот такие вот саморезы. Вот это дистанционный саморез. Вот это обычный саморез конструкционный. С полной резьбой, бита торкс. 6 мм у него толщина, 100 мм длина. У этого 6 мм толщина, 100 мм длина. Здесь у нас идет резьба, здесь стержень, здесь идут вот такие вот насечки. У этого самореза идет полная резьба. Что мы делаем? Значит, мы в середину доски, пожалуй, делать атомный саморез. Мы закручиваем дистанционный саморез. Дальше. Все закруто, да? Здесь, да. Все, мы закрутили в каждую доску по одному дистанционному саморезу. Дальше, смотрите, вот видите, у нас нитка висит. Мы вот этим саморезом начинаем вытягивать доску, что-то и нет. То есть там, где у нас каждый элемент. Дальше. 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 дальше после того как мы выровняли по нитке вот этим дистанционным саморезом обрешетку подняли на определенную высоту на которую нам нужно мы начинаем закручивать два самореза и а и и и Смотрите продолжение в следующей серии. 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 На 1 квадратный метр у нас идет 6 элементов из 3 саморезов, которые состоят. Получается 6 на 200, это тонн на 200. Вес снега, ветровые нагрузки, вес гибкой черепицы, то есть в общей сложности где-то 310 кг на квадратный метр, если мы берем климатическую зону Москва и Московская область. То есть у нас запас прочности получается в 4 раза. Поэтому я считаю, что этот вариант он очень хороший. Во-первых, он надежный, потому что запас в 4 раза. Во-вторых, он очень быстрый и упрощает значительное время на то, чтобы выровнять обрешетку. Потому что те люди, которые занимаются реконструкцией, у них выравнивание обрешетки, это отдельная такая работа, отдельная песня, которая занимает большое количество времени. И всегда она выглядит, ну вот на те объекты, на которые я ездил, как бы с диагностикой, да, она выглядит, ну как бы так себе, не очень. Но обычно это непрофессионально. Мало людей, которые дотошно так все это выравнивают. Вот этот способ, он позволяет очень быстро и очень качественно выровнять обрешетку без всяких, скажем так, без всякого творчества, да. То есть монтажнику нет смысла там выравнивать ее криво. Поэтому мы вот переходим сейчас на этот способ выравнивания обрешетки. Так, что еще вам сказать? У нас, видите, как я уже говорил, USB, на той стороне у нас уже сделан подкладочный ковер, ну набили USB, сделан подкладочный ковер. Здесь вот у нас установлены мансардные окна. С той стороны нам нужно будет поменять флюгарку. В принципе, работы и так еще много осталось. Вот как-то так, в двух словах. Продолжение следует...